Начинаем. Мы готовы, мы-то готовы были вовремя, как обычно, что ссылка на комнату почему-то вела на сервис Майлер Лайт. Мы делаем рассылку в четырех почтовых сервисах, это JustClick, SmartResponder, Fiji и Майлер Лайт. И почему-то ссылка, причем правильная, если ее поставить, просто скопировать и вести строку браузера, то тогда нормально заходишь в комнату. Вот, пока мы хорошо, спасибо одной слушательнице, которая мне об этом сообщила, и тогда мы разослали письма. Так бы вообще сидели, бы удивлялись, думали, чего-то никто не заходит в комнату. То есть без пяти минут, или там без восьми минут, еще было всего два человека в комнате. То есть за восемь минут начала было два человека в комнате, почему я была крайне удивлена. Вот. Вторая на рассылку, да? Ну вот буду разбираться. Думаю, сейчас народ будет еще входить, потому что мы послали дополнительную рассылку. Либо если вносишь эту ссылку, скажем, в скайп, то оттуда тоже легко можно выходить. Вот у меня на странице в скайпе, но они заходят сюда в последнюю минуту, кто в группе в скайпе. И вот я сбросила ссылку в группе ВКонтакте, тоже вовремя почему-то не получилось ее сбросить. Вот те люди спокойно могли заходить. Звук есть. А, это спрашивали. Да. Так что, ну, бывают такие сбои странные. Разберусь с комнатой. Так, тем не менее, мы с вами собрались. Я очень рада. Я думаю, что еще народ будет заходить, потому что тема сегодня у нас очень интересная. Кармические узы, как они связывают женщину с мужчиной. Как с этим разобраться вообще. Что это такое кармические узы. Как незавершенная карма может запутать ваше отношение морской узел. Что для привлечения своего идеального партнера. Что делать для гармонизации текущих отношений, если у вас есть партнер. Различные виды отношений между мужчиной и женщиной. Как выбрать то, чего вы на самом деле хотите. Потому что мы иногда на самом деле сами не знаем, чего хотим. И будет практика очищения от предыдущих отношений. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Да, но я не сказала, кто выступает. Да, потому что, видите, так сегодня все сумбурно. Хочется, чтобы поскорее началось само выступление. И я вот начала говорить. Тема, да, эта тема очень волнительная. И на самом деле это так и есть, что многие живут и не понимают, почему в жизни что-то не складывается. Вот как раз это связано с этими кармическими узами, с кармой. А выступать будет у нас на эту тему Ева Ефремова. Оставьте, пожалуйста, нолики, кто ее не знает. И пятерочки, кто уже ее знает, кто был на ее выступлениях и даже на тренингах. О, нали, 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 ага, вот тут только. Ну вот, здорово, видите, сколько еще. Не знает, вас привлекла, наверное, сама тема. Я прекрасно вас понимаю, что это действительно странно, непонятно. А вполне возможно, что как раз здесь вы обнаружите главную причину ваших проблем. В личной жизни. Продолжение следует... Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня с вами Ева Ефремова и Сергей Простокин. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как нас слышно. И давайте знакомиться, потому что со мной и Сергеем еще знакомы не все. А тема связана с отношениями, с кармическими отношениями, поэтому мы решили провести ее вдвоем, для того, чтобы дать вам более полный спектр знаний и умений. Сегодня мы с вами помимо знаний поделимся практикой. Делаем в конце практику на энергетическое завершение отношений. Это будет практика из технологии Тета-Хилинг. Ее для вас проведу я. И коротко познакомимся с теми, кто сегодня раз в гостях у меня, или точнее сказать, я в гостях у Галины, и мы с вами первый раз встречаемся. Меня зовут Ева Ефремова, и многие годы, скажем так, последние годы своей жизни я занимаюсь тем, что работаю с другими людьми. Обучаю, помогаю трансформироваться, найти какой-то свой путь и свой внутренний источник мудрости. И в последние годы мне активно в этом помогает технология Тета-Хилинг. Я являюсь инструктором и практиком по этой технологии уже более 4-х лет. Кому знаком Тета-Хилинг, поставьте плюсики. Если Тета-Хилинг сейчас звучит как какое-то ругательство, поставьте минусы, чтобы мы понимали. Потому что сегодня эта тема, эта технология красной нитью будет проходить через наше выступление. Мы сегодня будем давать вам дорожную карту относительно того, что такое кармические отношения, как их избежать и как выстроить свою дорогу, свой путь к отношениям, которые будут свободны от каких-либо зависимостей. И мы будем рассказывать это на примере Тета-Хилинга. Хорошо. Помимо всех прочих регалий, у меня на самом деле сертификатов целая стопка. И бизнес-тренеры, и коуча, и всяких разных тренингов. Но когда-то для меня это было важно. Знаете, мне казалось, что вот еще один сертификат, еще какая-то там ступень, я не знаю, новое какое-то суперзвание, и что-то вдруг в моей жизни сильно улучшится. Но потом я поняла, что самое главное это то, что те результаты, которые получают у людей, то вдохновение, которое они получают, ту энергию, которую я с ними делюсь, которая помогает им вот эти уже изменения в своей жизни продолжать. Поэтому я надеюсь сегодня с вами вот такой кусочком энергии поделиться, а возможно с кем-то мы пойдем еще и дальше на других курсах. И Сергей. При себе расскажешь. Да, конечно. Всем добрый день. У кого-то вечер, у кого-то утро. Немножко хвостовства, никогда не помешает. Меня спонтанно так достаточно пригласили. Я занимаюсь регрессионной терапией, это погружение в прошлые жизни. По обычной человеческой работе я сопровождаю госзакупки и крупные тендерные сделки. Что-то у нас тут... А, у нас-то связи какие-то вещи. Звук отдалился. Сейчас слышно лучше? Ага. Вот. И большую часть вебинара буду проводить я. Да, Спарта с нами, потому что я проходил это мероприятие и очень этому рад. Так, ну, я думаю, мы начнем. Угу. Ну, при себе еще расскажем. Давайте для начала определимся, что такое кармические взаимоотношения. Я предлагаю действовать в режиме диалога. Не хочется, чтобы разговаривали только мы с Евой. Пожалуйста, напишите в чат, как вы понимаете, что такое кармические взаимоотношения, на ваш взгляд. Пожалуйста, выдайте нам несколько версий, и мы обсудим, чтобы мы могли сформировать общее какое-то наше мнение. Важный момент, друзья. Ева сказала, что мы будем делать энергетический разрыв, энергетический развод с каким-то из ваших предыдущих партнеров. Поэтому, пожалуйста, заранее определитесь, с кем именно вы хотели бы энергетически завершить отношения. Практика очень важная, очень полезная. Иногда души и жизни спасительная, поэтому отнеситесь, пожалуйста, ответственно. И давай я расскажу, для кого она подходит. То есть, та практика, которую мы будем сегодня делать, она подходит именно для отношений мужчины и женщины. То есть, это может быть предыдущий брак или предыдущие отношения. Или это может быть даже, знаете, иногда бывает неразделенная любительная. То есть, может быть, даже много лет она назад была, но человек до сих пор, как сказать, под властью находится, постоянно вспоминает. И его энергия все время в прошлое утекает, утекает и утекает. И суть той практики, которую мы будем делать, это освобождение от зависимости, да, от энергетической зависимости с другим человеком. Если этот человек по-прежнему есть в вашей жизни, это не значит, что вы перестанете вдруг общаться или, ну, как-то он исчезнет или растворится. То есть, это просто значит, что отношения могут выйти на новый уровень. Вместо того, что вы будете друг другу должны. И, знаете, как иногда бывает, люди притягивают и сами не понимают, почему, да, или достают постоянно, да, так, пожалуйста, бывший достает там. Или бывшая все время там мне пишет или еще что-то, да. То есть, вот для таких случаев та практика, которую мы будем делать сегодня, она подходит идеально. Потому что после этого отношения либо завершаются, если они действительно исчерпались, и с этим человеком ваш путь в этой жизни завершен. Либо они переходят в какую-то новую плоскость, новое русло, уже такое спокойное, без каких-то таких зависимостей. Спасибо большое за ваши ответы. И, честно могу сказать, видимо, у нас очень подкованная аудитория. Все ответы верные, абсолютно верные. Это встречи в прошлой жизни. Очень радостно то, что люди, которые сегодня в комнате, знают, что такое прошлая жизнь и понимают, что мы существа вечные. Они просто живем один раз, навсегда умрем, сгорим и исчезнем. И нас никогда больше не будет. Очень печальный сценарий. Вот. Это действительно отношения, связанные с зависимостью. Это действительно отношения, которые могут тянуть из нас силы. Важный момент. Это не всегда одно и то же. То есть, не всегда встречи из прошлых жизней являются кармическими. Не всегда отношения зависимости могут тянуться из прошлых жизней. Об этом будем говорить подробнее. Сейчас. Да. Скорее, ты только теряешь энергию. Это абсолютно верно для многих случаев. Сейчас начнем, пожалуй, определять, как мы можем понять, что перед нами именно взаимоотношения кармические. Пожалуйста, будьте внимательны и держите на готове собственный опыт. Вспоминайте тех людей, с которыми вам важно прояснить отношения. И я пока микрофон передам Сергею, потому что в этой теме я ему полностью доверяю. Я как тета-хиллер, тета-практик часто сталкиваюсь с вопросом прошлых жизней и кармических связей. Но обычно это часть большого запроса Сергея, так как он занимается реинкарнациями и постоянно, ежедневно, толпы людей погружает в прошлые жизни. Эта тема для него гораздо более, скажем так, ну вот, то, в чем он варится постоянно. Поэтому сейчас я передам ему слово. Вы в надежных руках. Спасибо. Вы мои. Спасибо. Ну, Ева немного преувеличила насчет толп, погружений в прошлые жизни. Обычно по 2-3 человека в день иногда приходится проводить. Так, первым критерием, по которым вы можете определить то, что перед вами именно кармическая связь, это очень сильное чувство страсти, чувство всепоглощающего огня в сердце, которое вас захватывает, не дает вам нормально жить, нормально размышлять, а, как мы знаем, состояние влюбленности, это, ну, вид безумия, это измененное состояние сознания, и для кармических отношений это очень сильно характерно. Пожалуйста, напишите плюсы в чат, у кого было такое состояние, что вы влюбляетесь просто тотально, вы не можете себя контролировать и постоянно думаете об этом человеке. Ага, отлично. Я думаю, у всех было, и пару слов об этом, в кого влюбились и что происходило. Виртуально бывает, Амелия, пожалуйста, поясните, что значит виртуальная, виртуальная кармическая связь, это очень интересно, я думаю, мне было бы интересно об этом узнать. Да, я думаю, у всех это было, поэтому, пожалуйста, понимайте, когда вы создаете отношения, и если вы испытываете очень сильную такую всепоглощающую страсть, вполне возможно, это первый, первый звоночек, первый пункт о том, что в данный момент это могут быть отношения именно кармические. Однако, ну, рулит совокупность факторов, поэтому перейдем дальше. Пожалуйста, следующий слайд. Важный момент, отношения кармического характера развиваются обычно очень быстро. Очень быстро люди после знакомства начинают тянуться друг к другу. В наше не самое целомудренное время достаточно быстро происходит переход отношений в горизонтальную, в интимную плоскость. И достаточно часто люди, ну, начинают узаконивать свои отношения, вступают в брак. Поэтому, если вы чувствуете то, что ваши отношения как будто голопом по Европам очень быстро, очень сильно скачут, то будьте готовы к тому, что это как раз наш случай. Однако, основным критерием во многом является именно то, что с нами происходит как на внешнем плане, так и то, что происходит у нас в сердце. Достаточно важный пункт – это проблемы. Проблемы как эмоциональные, так и в обычной жизни. О чем это речь? Мы можем ссориться с кармическим партнером по совершенно глупым, совершенно мелким, незначащим ничего вещам. У кого такое было, то что, ну, совершенно маленькая бытовая деталь приводит к очень сильному скандалу? Либо вы наблюдали, что маленькая бытовая ссора может привести к разводу? Пожалуйста, плюсы в чат и пару слов об этом. Мое ФСБ не могу забыть, потому что знала, что ему тоже было нужно сны сняться. Была первая любовь, страстная, потом разлука на 30 лет. Опять встреча, опять страсть. Порознь, плохо друг без друга, а вместе невыносимо. Алла – это очень важный критерий. Да, такое бывает, к сожалению. Но, так или иначе, пути есть. О, в пошлой жизни он был моим отцом. Опечаточка замечательная. Спасибо. Очень радостно то, что, Елена, самое главное, вы отследили эту динамику. То есть, понимание сути проблемы – это 50% ее решения. Итак, проблемы могут быть эмоциональные. Вас очень сильно может начать раздражать партнер. Либо вы сами начинаете резко слабеть, либо злиться. Смотрите, критерии злости и критерий эмоционального упадка является очень-очень-очень ярким критерием именно кармического отношения. Также могут начаться проблемы вокруг вас. Например, сильное неприятие родственников. Родственники могут быть против вашего союза. Либо могут начаться, ну, не очень радостные проблемы, не дай бог, конечно. То есть, попадание в аварии какие-то постоянно. Проблемы могут начаться на работе ни с того, ни с сего. Человек может попадать в трудные ситуации со здоровьем. Важный момент об этом нет в презентации. Трудности со здоровьем также являются очень сильным показателем таких отношений. Наверное, свой пример приведу. У меня один раз был такой случай. Да, родственники против такое бывает. Почему так, об этом поговорим чуть позже. Алла, пожалуйста, имейте терпение. Мой случай, я был влюблен в одну девушку достаточно давно уже. И как произошло, очень так платонически развивались отношения. Меня это радовало. Да, очень важный момент. Спасибо, Елена. Могут начаться трудности с финансами. Меня радовали эти начинающиеся отношения. Но, скажем так, девушка опасалась реакции родственников. Ну, каким-то образом у нее это происходило. И я решил то, что мы не будем их развивать, раз такая ситуация. И что произошло, я перестал плакать. То есть, доходило до смешного. Я брал лук, когда готовил, резал очень крупно, очень так яростно. И я не мог плакать. То есть, ну, бывает, когда зеваете. Не получается, ну, начинает течь слеза. Вот. А я не мог плакать в течение примерно года. Пришлось сделать регрессивное погружение, посмотреть прошлые жизни. И действительно, ну, с этой девушкой я был когда-то, скажем так, в супружеских отношениях. И за них меня ослепили. Ну, то есть, лишили зрения. Подробности не очень аппетитные, поэтому говорить не буду. Что произошло, это перенеслось в ту жизнь. Поэтому, ну, пришлось исцелять, и чтобы мои слезные железы снова восстановились. По поводу детей. Важный момент. Спасибо, что об этом говорите. Отношения детей и родителей. Это немного не совсем наша тема сегодня, но обязательно коснемся. Пожалуйста, друзья, имейте терпение. Мы будем двигаться постепенно. Если действительно, если это отбывалось прямо сейчас, момент первый, это критерии, действительно ли это кармические отношения, потому что иногда это отношения могут быть судьбоносные, и вы просто, ну, скажем так, вы сами не очень готовы к трудностям. Любые отношения так и вызывают трудности, которые на самом деле их укрепляют. Мы оба с партнером становимся сильнее. Если есть ребенок, замечательно, значит, эта душа, возможно, пришла для того, чтобы сгармонизировать ваши отношения. Важный момент. Нужно четко понимать, где мы находимся. Для этого, на мой взгляд, лучший способ – это работа со специалистом. Человеком, который может четко прояснить вашу ситуацию. Проблема не решается на том уровне, на котором она создана. Для того, чтобы решить проблему, нам нужно шагнуть выше. Поэтому, ну, для тех, для кого это актуально, пожалуйста, самый простой способ – это работа со специалистами. Со специалистами, кто разбирается в этой теме, кто разбирается в том, что происходит между мужчиной и женщиной именно в контексте кармических взаимоотношений. По поводу детей не хочет Елена, если возможно, чуть шире, потому что, ну, во-первых, есть потрясающий во Вселенной закон, закон свободной воли, мы не имеем права переделывать другого человека, иначе очень сильно прилетает обоим. Кто испытывал на себе влияние закона свободной воли? Пожалуйста, в чат. Кому прилетало, как и мне, бумерангом в свое время, когда мы пытались сломать, переделать другого человека, забрать его волю, подстроить под свою? Да, где-то из-за своего эгоизма, да, где-то из-за страха. Ага. У Ирены много плюсов, коллега, все понимаю. Да, друзья, прилетало. Что из этого вышло? Что происходило, когда мы пытаемся так себя вести? Очень сильно получается переменить другого человека, изменить его, изменить его характер, сформированный годами, изменить его привычки. Потому что, друзья, ну, если нам так трудно изменить самих себя, изменить собственные привычки, шаблоны, стереотипы мышления, поведения, начать заниматься спортом кому-то трудно, начать развиваться личностно, развиваться, пловно создавать бизнес, то насколько трудно переделать именно другого человека, сломать чужую волю? Да, спасибо за эти примеры. Действительно, иногда мы сами испытываем такие воздействия, когда пытаются переделать нас. Это часто проявляется в контексте детско-родительских отношений, в контексте супружеских. Плюс, ну, да, так или иначе происходит, что мужчина, как сторона активная, порой чаще пытается переделать свою супругу. Бывает и наоборот. Бывает то, что женщина может, с одной стороны, как возвысить мужчину, так и низвергнуть его в грязь и сломать. Да, обычно происходит, так говорит Валентина, ничего не складывается, надоедает подстраиваться и уступать, и отношения расходятся. Другой вопрос, какой ценой? Какую цену вы готовы заплатить за включение, подключение к кармическим динамикам? Какую цену вы готовы заплатить своим здоровьем, своими финансами, своими отношениями, своими эмоциями? Вопрос цены становится очень актуальным, когда у нас начинаются первые потери. Разрушенные бизнесы, непонимание в глазах собственного ребенка, почему мама с папой постоянно ссорятся. Кому это знал? Пожалуйста, плюс в чат. Спасибо. Рады, что есть мужчины. Мне становится легче вести вебинар. Однако, друзья, есть альтернатива, потому что то, что происходит с нами, это не единственный путь, не единственный путь, по которому мы можем уйти. Важно понимать, как именно и почему в нашей жизни проявляются кармические динамики. Здесь я тоже хотел бы пообщаться с вами. Пожалуйста, выскажите в чат свои мнения, как именно и почему, что происходит. Может, к нам притягиваются кармические взаимоотношения? По поводу тяжелой кармы я приведу несколько достаточно страшных примеров, поэтому, пожалуйста, не торопитесь говорить о том, что все очень плохо. Да, непроработанная ситуация, абсолютно верно. Отработка кармы. Неусвоенные уроки. Причем сознательный вопрос, вы абсолютно правильно говорите. Спасибо за ваши ответы. Ну, на самом деле, достаточно в общей группе можно это обобщить. Это действительно, с одной стороны, отработка кармы, с другой стороны, это шрамы, тянущиеся из прошлых жизней. Это можно назвать шрамами расплаты, когда, ну, допустим, в одной жизни вы кого-то убили, и теперь этот человек приходит, допустим, как ваш сын, и вы вынуждены о нем заботиться. И пункт третий – это осознанный выбор. Когда вы сами решаете поиграть в такую игру, в которой ваши отношения будут сложными, но очень сильно вас разовьют. Это действительно в нашей жизни во многом похоже на театр, либо на компьютерную игрушку, в которую мы варьируем уровень сложности. Чем выше уровень сложности, тем порой выше награда, которая нас ждет в конце уровня. Поэтому, пожалуйста, запомните эти три группы и будьте к ним внимательны. Владимир, пожалуйста, чуть подробнее. Ранная смерть в прошлой жизни. Амелия, абсолютно верно. Спасибо большое. Очень радостно слышать такие слова, что мы сами выбираем такую игру. Очень важно брать на себя ответственность, понимать, что то, что происходит со мной, я сам выбрал. Даже если я этого не помню. Даже если я это сделал там, наверху, в пространстве души. Все, что происходит, является результатом нашего выбора. Владимир, если возможно, пожалуйста, чуть подробнее. Лично мне интересен ваш вопрос. На войне подбили в самолете. К сожалению, не пойму, к чему это. А, абсолютно верно. Можно выбрать сейчас другое. Можно выбрать и мы будем сегодня об этом говорить. Как это сделать. Так, несколько страшных, пугающих примеров. На вас треть ушки. Важный момент, вам стоит это понимать. Нужно быть во многом, как нас на тренинге спарта учат, быть безжалостными к себе. Ребята, не поддаваться жалости к себе. Во-первых, мы живем в мире очень лайтовом, очень комфортном. Отсутствие выраженной войны, отсутствие эпидемий, отсутствие такого понятия, как голод. Ну, кто прямо сейчас голодает? Плюсы в чат. Вряд ли кто-нибудь поставит плюсик, потому что у вас есть деньги заплатить за интернет. Отсутствие жесткого полицейского режима, когда, ну, просто так могут вломиться в вашу квартиру и каким-то образом забрать даже вашу жизнь. Да, сейчас это присутствует, но в гораздо меньше, в гораздо меньшем масштабе. Вот, поэтому в данный момент все происходит достаточно лайтово. По поводу того, что вы говорили, ужас и так далее. Я приведу парочку примеров, допустим, ну, одна клиентка ко мне обратилась с трудностями с мужем, очень тяжелые отношения, действительно, очень напряженные, много ссор, много контроля. Это как раз сраный мужчина, несколько раз он поднимал на нее руку. Мы делаем погружение в прошлую жизнь, смотрим, что происходило, и, ну, просто мы в ужасе, потому что она была очень циничной, очень жесткой графиней, такой аналог русской салтычихи. Она развлекалась тем, что она топила детей, как щенков. Раз, и все, ребеночка нет. Ее нынешний муж был одним из этих детей. И, ну, вот здесь вот просто вопрос соизмеримости. На одной чаше весов трудности с мужем, другой чаше весов порядка десяти детских жизней, что перевешивает. В данном примере мы действительно, ну, как видим пример именно кармического взаимодействия в контексте расплаты. Человек просто расплачивается. Другой пример, это тоже одна из клиенток, это взаимоотношения, скорее, больше самой с собой. Дама обратилась с отсутствием отношений вовсе. 38 лет не получается создавать отношения абсолютно. Действительно, человек почти поставил на себе крест. Человек смирился с одиночеством. И достаточно сильно у нее присутствовала жалость к себе. Мы делаем погружение в прошлую жизнь, она оказывается, скажем так, жрецом черного культа. Она убивает детей. И посмотрите, ну, насколько действительно в прекрасном мире мы живем. Расплатой становится всего лишь одиночество. Несколько десятков чужих смертей и просто одиночество в этой жизни. Важный момент, то, о чем вы говорили, шанс есть. Эта девушка сейчас начинает создавать отношения. Поэтому переходим к следующему слайду. Вместо кармы мы можем выбрать, сами выбрать отношения, которые нас развивают. Отношения, основанные на любви, взаимном уважении и совместном служении Господу. Отношения, в которых, знаете, мы можем стать мастером своей жизни. Максимально реализоваться здесь и сейчас в этом воплощении. Поверьте, такое бывает. Уже достаточно много примеров людей, чья жизнь является просто шедевром. Просто шедевром, к которому можете прийти и вы. Начинается достаточно актуальный вопрос для всех, как. Как мы можем это создать. И тут нам поможет метод тета-хиллинга, которым профессионально занимается Ева. Метод тета-хиллинга на данный момент признан одним из самых эффективных. Например, в такой замечательной стране, как Япония, каждый десятый взрослый является практикующим тета-целителем. Я думаю, ну, судя по результатам японцев, мы вряд ли можем считать их глупыми людьми. И вряд ли бы они это выбрали. О самом методе. Метод тета-хиллинга построен на возможностях нашего мозга. Как известно, наш мозг производит определенные излучения. Дельта-излучение, тета-излучение, альфа- и бета-излучение. Мы работаем в контексте тета-состояния, тета-излучения. У кого-нибудь было такое состояние, допустим, когда вы молитесь и действительно-действительно чувствуете сердцем присутствие Бога? Пожалуйста, плюсы в чат и пару слов. Примерно в тот момент вы испытывали это состояние. Состояние, в котором вы чувствуете Господа, чувствуете полностью Его присутствие внутри себя и вокруг. И важный момент в этом состоянии возможно все. Это состояние используется для материализации, материальных материализаций, того, что мы хотим получить в своей жизни. Кто смотрел фильм «Секрет», кто читал «Трансерфинг в реальности», как мы можем притягивать в свою жизнь различные предметы, различные покупки, различные достижения. Примерно то же самое мы можем делать с отношениями. Но для этого есть некоторые условия. Для того, чтобы создать в своей жизни отношения, которые развивают, которые свободны от кармических динамик, нам нужно очень сильно поработать над собой, очистить старую боль. Если такого не происходит, вопрос проработанности тела, вопрос веры в Создателя, вопрос доверия самой себе, вопрос зашлакованности организма, вопрос страха. Надеюсь, насколько возможно, полно ответил на вопрос. Итак, очистить старую боль. Наши прошлые взаимоотношения в этой жизни, а тем более в прошлых в жизнях, порой напоминают расстрелы с крупнокалиберного пулемета, от которого очень сильно у нас застревают эти пули и занозы. У кого были прошлые отношения, которые досихваются с сильной болью? Плюсы в чат. Да. Что-то происходит. Важный момент. Пора сказать этому до свидания. Пора сказать этому прощай. Потому что невозможно практически создать отношения, будучи полностью изрешеченным. Это похоже, если другую аналогию привести, как будто если... У нас есть за спиной рюкзак, в котором мы собираем наш опыт, и тут очень тонкая грань нашего выбора. Очень тонкая грань того, как мы будем к этому относиться. Потому что мы идем в следующие отношения именно с этим рюкзаком, и мы идем с чем? Слушай, как бы в моей жизни было много грязи и дерьма в прошлых отношениях. Давай-ка я тебя сейчас вотлю, и будешь меня любить активно. К сожалению, в большинстве своем так и происходит. Либо мы делаем осознанный выбор и говорим, в моей жизни было много радости. Я иду к тебе, чтобы созидать эту радость на этой основе. Однако не все, к сожалению, мы можем контролировать, поэтому очищение старой боли очень важно. Как это делать, поговорим чуть позже. И уже сегодня определенную часть этого багажа мы отпустим. Важный момент, для того, чтобы создать отношения, которые приводят к нас к счастью и развитию, нам нужно попрощаться с родовыми программами, обетами и проклятиями. У кого очень счастливые семейные взаимоотношения на уровне родителей, бабушек и дедушек, пожалуйста, плюсы в чат. Давайте поаплодируем везунчикам. Но так или иначе, многие из нас... Отлично. Ирена, браво, Елена, браво. Многие из нас выросли на постсоветском пространстве, потому что вы понимаете русский язык. И не всегда отношения к Советскому Союзу были радостные, гармоничные, божественные. Поэтому мы так или иначе тянем этот груз. Мы тянем эти программы, связанные с тем, что отношения приносят стыдания, отношения уничтожают нас. Мы тянем коллективное, бессознательное, коллективный опыт. Это коллективные программы о том, что все мужики рогатые, плодовитые животные, а все милые дамы, самки, собаки. Поэтому так или иначе нам нужно с этим прощаться. Следующий пункт это обеты и проклятия. Это вопрос скорее уже прошлой жизни, потому что так или иначе в тех жизнях, в которых мы были духовно высоко развиты, скорее всего мы давали обеты целомудрия, обеты отказа от детей, обеты нищенства. Важный момент, нужно очень быть внимательным к собственной речи. Обет несет энергию, клятва несет энергию, иногда она просачивается сквозь следующие воплощения. Поэтому обеты и клятвы нужно расслаблять. Проклятие это вопрос скорее, скажем так, черных воздействий, черных взаимодействий, когда душа принимает осознанный выбор понести на себе этот груз. И в физической жизни происходит воздействие какого-то волшебника, колдуна, который накладывает определенную энергоэнтонную программу, и она негативным образом влияет. Что происходит? Удар по всем троим. Удар по заказчику, удар по исполнителю и удар по жертве. Потому что происходит нарушение закона свободы воли. Следующий пункт. Что нам нужно для того, чтобы создать такие отношения, которые нас развивают, нам нужно обучиться необходимым чувствам. Прелесть методики тета-хиллинга заключается в очень быстрых трансформациях и загрузке чувств. Ну, благо здесь есть много знакомых. Пожалуйста, кто знаком с методикой тета-хиллинга, пожалуйста, пару слов в чат о том, что такое загрузка чувств. Я приведу пример из фильма «Матрица». Кто смотрел фильм «Матрица», пожалуйста, вспомните тот момент, когда в первой части им нужно было спасать Морфеуса, и для этого им нужен был вертолет. Что произошло? Троица просто позвонила оператору и просила загрузить ей технологию пилотирования вертолета. Что происходит в тета-хиллинге? Обращаясь к изначальному источнику, мы можем обучаться чувствам. Обучаться чувствам, загружать в себе чувства. Определенные полезные чувства и навыки, которые нам пригождаются. Ну, например, я думаю, всем была бы полезна такая программа и чувства, как это быть балованием судьбы, как это быть денежным магнитом, когда я загрузил себе, я очень обрадовался своему денежному результату. Но также нам стоит обучаться, что такое быть любимым, что такое любить себя, что такое любить женщину, любить мужчину. Поэтому загрузка чувств действительно очень важна. Следующий шаг – это распутывание кармических связей. Важный момент, пункт первый – это осознание, где мы находимся, являются ли эти отношения кармические. Пункт следующий – это внутренняя работа, готовность либо сохранить эти отношения, либо преобразовать их, перевести в новое качество, либо отпустить. И третий шаг – это действия, которые мы совершаем. Мы общаемся с партнером и договариваемся о том, как именно будут наши отношения теперь складываться. О том, как распутывать кармические узы, мы будем это делать уже сегодня, чуть позже. И волшебная техника, которая применяется в тета-хилинге, техника манифестаций, техника, которая позволяет притягивать желаемого. Она делается именно из вот этого молитвенного состояния. И по результатам крупные материальные цели примерно в течение трех месяцев притягиваются. Да, у кого как. Но более, допустим, мелкие цели, ну, в течение недели где-то. На притяжение родственной души в среднем можно потратить в районе месяца-полутора. И вы можете действительно уже с толком, с чувством, с расстановкой осознавать, что это родственная душа – ваш идеальный партнер, о котором говорила Галина. Так, сейчас, я думаю, нам стоит провести саму практику энергетического разрыва. Я передаю слово Еве. Пожалуйста, вспомните человека, с которым вы хотите энергетически порвать связь. Еще раз напоминаю тем, кто, может быть, не сначала был. Для этого вы можете выбрать человека, с которым вы были в браке, в отношениях, с которым, может быть, была неразделенная любовь и мысли, о котором преследуют. Этот человек может быть, скажем так, живым, может быть, этот человек уже умер или погиб. То есть, это совершенно для этой техники не важно, потому что наша душа всего лишь, ну, скажем так, определенная форма, и ничто не приходит из ниоткуда, не уходит в никуда. Поэтому иногда эта техника нужна тем, кто потерял близких людей, и вот эта связь, горе, вот этой потери чрезмерно тяготит. То есть, для этих случаев тоже можете использовать. Для того, чтобы эффективность техники была 100%, важны следующие условия. Чтобы отношения с этим человеком были очищены от обид, недопониманий, и все уроки были усвоены. То есть, если у вас этого пока еще нету, то техника, скажем так, ну, она сработает, но не в полном объеме, потому что часть связи останется. Смысл в том, что мы можем завершить эти отношения только тогда, когда уроки полностью усвоены. Поэтому у кого-то сегодня получится прямо на 100%, у кого-то хвостики останутся. Прорабатывать уроки этих прошлых отношений можно любыми способами, знакомыми вам, в частности, через тату-хилинг и так далее. Если неразделенная любовь, да, то есть, можно сделать этот энергетический разрыв, и тогда, скажем так, мыслей о человеке и вот этой какой-то сердечной боли ее будет меньше. По поводу сохранения отношений. Если мы делаем с вами вот этот энергетический разрыв, это не означает разрыв отношений в материальной реальности. Это не означает, что вы, этот человек, куда-то исчезнет из вашего слоя реальности. То есть, как правило, это означает, что ваши отношения просто перейдут на более гармоничный, что ли, уровень. Да, а если с мужем хотите делать, да, то мы будем формулировку использовать, что наилучшим, наивысшим, безопасным образом вы для себя можете добавить, чтобы сохранить эти отношения. Просто мысленно, когда мы это будем делать. Даже бывает, знаете, как бывает, что боли нету, но энергетически все равно этот отпечаток остается. И тогда, ну, скажем так, мы внутренний свой объем уменьшаем, потому что где-то внутри нас эта связь сидит, и, ну, как сказать, как на парковке, да, вот все места запаркованы, и в машине некуда припарковаться. То есть, примерно то же самое приходит. Поэтому очень важно завершать отношения с предыдущими партнерами, чтобы в вашу жизнь могла войти новая, новая такая любовь. Так это мужчина не нужен. Я думаю, что вы, в принципе, можете эту технику сделать. Посмотреть, что будет. Смотрите, еще раз, да, то есть мы делаем энергетическое завершение отношений, да, чтобы не было вот этой связи. И это убрает чрезмерную зависимость. Да, в большинстве случаев отношения, скорее всего, закончатся, потому что, скорее всего, они уже отслужили вам лишнее. Поэтому, если сомневаетесь, если что-то, сердце у вас какое-то сомнение есть, то лучше не делайте с этим человеком, сделайте с каким-то человеком из прошлого. Ну что, готовы? Это методика по технологии тета-хиллинга. И кто-то из вас сегодня первый раз знакомится с этой технологией. Все, что вам нужно сделать, это просто следовать за моим голосом. Будет некоторый такой процесс визуализации, для того, чтобы мы вошли в определенное состояние. В это состояние тело расслаблено, поэтому очень важно принять комфортную для себя позу. Лучше всего я рекомендую делать эту практику сидя, так, чтобы руки-ноги не были скрещены. Теоретически можно делать лежа, но лежа есть большой риск уснуть, если тем более у вас сейчас уже позднее время. Поэтому выбирайте сами ту позу, в которой вам будет комфортно. По поводу вопроса сейчас увидела. В записи, да, то есть те практики, которые я провожу, они в записи также работают. Если вы в это верите, то она для вас будет работать также в записи, потому что я свое намерение на это распространяю. В процессе медитации у кого-то будут, может быть, яркие картинки, у кого-то будут на уровне ощущений, у кого-то, может быть, какие-то звуки будут. И также, скорее всего, будет часть людей, для которых будет казаться, что ничего не происходит. Я в свое время, когда тату-хилингу обучалась, вот сейчас уже смешно вспоминать, но я была такой же. То есть я практически ничего не чувствовала и через раз там что-то видела. И было достаточно тяжело практиковать. Помните, что работают два момента, которые необходимы, чтобы результат был. Первое – это наличие веры в то, что есть некая сила, которая может вам помочь эти изменения воплотить. Это может быть на уровне любой религии, любой системы убеждений, дружелюбная вселенная, абсолют, источник, Иисус Христос, Будда. Я называю это, безусловно, любовью. То есть то слово, которое вам понятно, но само наличие некой силы, которая выходит за пределы обычного, скажем так, человеческих способностей в привычном понимании этого слова. То есть это первый момент. И второй момент очень важный – это ваше намерение. Намерение – это желание, которое внутри вас, в вашем сердце. Желание завершить эти отношения, завершить какой-то определенный этап в своей жизни. Мы будем возвращать вам вашу энергию, которая застряла в пространстве этого человека, неважно, жив он или его уже нет в этом мире. И из вашего пространства будем возвращать ему ту энергию, которую вы удерживаете. То есть в этом основная суть этой методики, чтобы не было чужеродной энергии в пространстве. Потому что чужая энергия не может нам служить, она не наша, она скорее мешает, чем помогает. Ну вот, собственно говоря, и все. Если в какие-то моменты будут какие-то болезненные ощущения, просто расслабляйте, представляйте, как вы выдыхаете или вымываете напряжение. Потому что все мы разные, у всех разный вот этот багаж боли и блоков накопленный. Как правило, если какие-то болезненные ощущения идут по телу, это признак того, что там застряла какая-то эмоция или какая-то ситуация, и тело привлекает внимание. То есть, ну, возможно, это будет требовать отдельной проработки, но в любом случае не переживайте по этому поводу. А в целом медитация очень комфортная. Если плохо с визуализацией, идите на ощущениях и просто представляйте, что это происходит. Знаете, мне в свое время помогала такая методика, что да, я в темной комнате, я ничего не вижу, в скафандре я ничего не чувствую, но в этой темной комнате все равно это происходит. Да, то есть, представьте, что да, пусть вы этого не чувствуете, но это есть. Это есть рядом с вами и внутри вас. Придут или не придут, я не знаю. Мы сейчас с вами движемся постепенно, и очищение от старых отношений – это один из шагов, которые необходимо сделать. Итак, устраиваемся удобно. Я пока видеотрансляцию прикрою, чтобы канал связи улучшить. Я потом учу назад видео. Да, работаем только с одним человеком, не нужно сейчас попадаться на жадность, концентрируем намерение на завершении именно одних каких-то отношений, одной какой-то связи. Итак, устраиваемся удобно. Делаем глубокий вдох. Выдох. И представляем, как из самого ядра земли Энергия поднимается вверх, входит в ваши стопы, проходит по икрам, коленям, бедрам. Расслабляя их, наполняя энергией. Затем бережно входит в копчик. Продолжает подниматься вдоль позвоночника. Мягко и бережно открывая ваши энергетические центры. Расслабляя, распрямляя вашу спину. Проходит горло, освобождает голову. И образует прекрасный шар света над вашей макушкой. Обратите внимание, какого оттенка этот шар. И представьте, что свое сознание вы погружаете внутрь этого шара. Ваше физическое тело остается внизу. Вы начинаете движение вверх над своей комнатой. Над своим домом. Своим сознанием вы устремляетесь к источнику безусловной любви. Поднимаемся выше над своим городом, над своим регионом, страной. Для сознания не существует ограничений скорости, времени. Поэтому легко и непринужденно мы проходим через всю Солнечную систему. Движемся через Вселенную, мимо различных звезд, астероидов, галактик. И представьте, что в какой-то момент вы выходите за пределы Вселенной, попадая в полосы яркого и тусклого света, которых очень много, они сменяют друг к другу. Яркий, тусклый, яркий, тусклый, яркий, тусклый. Затем вы попадаете в пространство яркого и золотистого света. Для многих это очень знакомое ощущение здесь. Продолжайте движение. Вы ходите за пределы яркого и золотистого света. Вы погружаетесь в разноцветную желеобразную субстанцию. Она чуть более плотная, как вода, мягко обволакивает вашу сферу. Вы также легко и непринужденно движетесь дальше. И представьте впереди скопление розового цвета. Направьтесь туда. В нем представьте, визуализируйте прямоугольник жемчужно-белого света, словно дверь. И войдите в эту дверь. Сейчас вы целиком в пространстве этого жемчужно-белого света. Это бесконечное пространство. Оно не имеет ни начала, ни конца. Здесь ваша сфера растворяется. Вы просто есть в этой энергии. И эта энергия, безусловно, любви, та энергия, вибрация, из которой создавался и создается наш мир и наша реальность. И здесь мысленно своим сердцем сформулируйте намерение. Прошу завершить неэффективную связь с... И называйте имя этого человека. Вернуть мне мою энергию, которая задержалась в пространстве этого человека, предварительно ее очистим. Вернуть ему его энергию, которую я вольно или невольно удерживаю в своем пространстве. Прошу очистить меня от фрагментов ДНК этого человека и влияния его неэффективных программ на меня. Наилучшим, наивысшим, безопасным для меня на данный момент образом. Благодарю. Сделано, сделано, сделано. Покажи мне. И сейчас вы словно со стороны наблюдаете свое пространство. Как в вашу макушку устремляется жемчужно-белый свет безусловной любви. Очищает, вымывает ваше пространство. Уносит и растворяет, возможно, какую-то старую боль. Вам приходят очищенные фрагменты вашей энергии, возвращаются ваши кусочки души, встраиваются назад, делая вас более полным, целостным. А из вашего пространства уходит энергия другого человека, очищается безусловной любовью и устремляется куда-то в его пространство. И визуализируйте, как этот жемчужно-белый свет наполняет вас целиком, ваше физическое тело, ваши тонкие тела. Усиливая вашу целостность. И сейчас представьте образ человека, с которым вы завершаете отношения перед собой. И представьте ту связь, которая вас соединяет. может быть, как пуповина, или канат, или тоненькая ниточка, может быть, она уже растворилась. И если эта связь еще есть, представьте, как жемчужно-белый свет наполняет ее, и она растворяется. И к каждому из вас возвращается ваша энергия. И сейчас у вас есть возможность выразить благодарность и прощение к своему партнеру. Представьте, как этот жемчужно-белый свет безусловной любви наполняет его тоже, входит в его пространство. и помогает ему очиститься и наполниться энергией. Если хотите, вы можете мысленно поблагодарить этого человека за тот опыт, который вы прожили вместе. и утвердить мысль-форму «Я отпускаю тебя, я отпускаю себя». Живи с любовью, да будет так. И сейчас мы с вами возвращаемся. Снова представьте, как вы в сфере своего сознания возвращаетесь в тело через макушку. Скользите по телу своим вниманием сверху вниз, оживляя каждый кусочек, пробуждая каждый фрагмент своего тела. Взять и направьте внимание к центру земли, к огненному ядру, к любящему началу Матери-Земли. И представьте, как эта энергия поднимается вновь снизу вверх, проходит через все ваше тело. Наполняю вас присутствием, заземляю, укрепляю, укореняю вас, давая радость быть и жить в человеческом теле и получать наш земной опыт. Когда вы почувствуете, что вы достаточно укоренились, снова сделайте глубокий вдох, выдох, откройте глаза и улыбнитесь. и напишите в чат, как для вас прошла медитация, какое состояние вы почувствовали, то есть, особенно те, кто в первый раз, то есть, что поменялось в вашем теле, уровне ощущений. И если хотите поделиться какими-то образами, которые вы видели или чувствовали в процессе, то вы тоже можете это сделать. Пока вернем видео. Так, друзья, все ли вернулись? Я понимаю, что в тета-состоянии прекрасно находиться, но попервое важно возвращаться. Если практиковать тета-медитацию очень часто, то со временем формируется навык, когда вы в этом состоянии можете быть практически 24 часа в сутки. То есть, вот на состоянии вот таких высоких вибраций, легкости, такой открытости. Так. Зевали. Ну, проуснула я уже глила, потому что это реакция тела нормальная. То есть, это состояние, это состояние как осознанного сна. То есть, тело спит в этот момент. Вот за что я люблю практиковать тета-хилинг, потому что можно очень много работать и не уставать. Блаженство и свобода, легкости наполнить. Да, вот для меня это состояние тоже вот с этим связано. Так, слезы освобождения были. Так. Смотрите, если что-то еще, какая-то связь осталась, продолжайте исследовать. Значит, какие-то вопросы, какие-то уроки, какие-то темы с этим человеком просто не до конца закрыты. Я уже об этом говорила в самом начале. Ну, по крайней мере, посмотрите, что будет меняться после этой практики. Ну, что? Кому понравилась тета-медитация, плюсики в чат. Я люблю тета-медитацию. Так. Что самое приятное, это не просто, вот, ну, знаете, кайф, когда ты там летаешь, а когда ты понимаешь, что с помощью этого состояния, находясь вот в этом расслабленном состоянии, на вибрациях любви, ты еще можешь в этот момент трансформировать свою жизнь, свои отношения, убирать, исцелять свою старую боль, извлекать какие-то жизненные уроки, привлекать в свою жизнь кто-либо, то это просто вот огромные-огромные такие чудеса происходят. Кто из вас хотел, вы знаете, мы сегодня много говорили про отношения, про то, что есть кармические отношения, про то, что есть все-таки надежда на то, что отношения могут быть счастливыми, радостными, свободными от такой какой-то тяжелой кармы, и таких ужасных каких-то взаимных уроков. Кто из вас хотел бы встретить свою родную душу? Плюсики поставьте в чат, потому что для тех, кто действительно этого хочет, сейчас будет еще дополнительная информация. Ага, прекрасно. Хорошо, а давайте вот так спрошу, а кто из вас хотел бы не просто подготовиться и стать готовым для встречи родной души, а трансформировать себя так, чтобы чувствовать себя счастливым, независимо от того, есть у вас отношения, нет у вас отношений, чтобы вот это внутреннее ощущение счастья открыть, поставьте «Я». потому что это самый главный секрет, да, ну, можно, наверное, его раскрыть, мы раскроем вам секрет, но пока что не расскажем, как к нему прийти, когда вы счастливы, независимо, потому что, когда есть состояние нужды, я не знаю, ну, может быть, в жизни тоже у многих бывало, когда, «О боже, мне так одиноко, мне так грустно, ну, пошли мне кого-нибудь», да, и на голову валятся такие отношения, что уже сама не рада или не рад тому, что происходит, а секрет именно счастливых отношений, да, это в чем-то, ну, в некотором роде даже отказаться, что ли, от этих отношений, да, то есть снизить важность и стать таким человеком, который счастлив, самодостаточен сам по себе, и тогда у вселенной хорошее чувство юмора, она практически сразу приглашает в жизнь человека, который еще большее состояние счастья увеличить. И по нашим Сергеям таким, скажем так, предположениям, по нашему предварительному анализу, мы так вот подумали, что необходимая трансформация с человеком может произойти примерно за месяц, то есть это достаточно комфортный режим внутренних изменений, ну, по крайней мере, за месяц можно запустить, так, ну, не знаю, 80% необходимой трансформации. Поэтому, да, не нужно кого-нибудь, нужно привлекать партнера, с которым вы совместите, мы, партнера, который совпадает с вашим целям и вашим ожиданиям. И важно стать таким человеком, которому вот этот партнер притянется. И хорошая новость, что мы вдвоем для вас будем проводить специальный онлайн-курс, который, собственно говоря, так и называется, притяжение радуши. Занятия будут проходить через интернет, онлайн, в режиме дального времени, пока что есть возможность, да, в живую в эту группу попасть. И что будет? Мы с вами будем заниматься практически целый месяц, для того, чтобы не просто поговорить о чем-то, да, или узнать какую-то новую информацию, для того, чтобы действительно менять себя, свой внутренний мир, успеть начать замечать изменения во внешнем мире и научиться с этим жить, научиться жить с новой собой или с новым собой. То есть для этого требуется время. Поэтому курс будет длиться. Мы с вами будем встречаться два раза в неделю. И так четыре недели. Что будет происходить? Да, Сергей, давай, наверное, тебе слово, да? Дорогие друзья, у нас будет восемь занятий. Как вы видите, мы не голые теоретики, потому что, ну, допустим, я из Сибири, Ева очень хорошо манифестирует, и она притянула родственную душу за три с половиной тысячи километров. И мы сейчас очень рады тому, что происходит. Что будет происходить? Первые блоки будут посвящены себе, самому себе, как стать сильнее, как стать увереннее, как очистить прошлую боль и сделать энергетический развод с бывшими партнерами. То есть усилим еще на курсе вот эту технику, которую мы сделали сейчас еще некоторыми моментами, чтобы еще глубже научиться разрывать, завершать, точнее, скажем так, отношения с предыдущими партнерами. То есть сегодня вы такой первый шаг сделали, но есть еще дальше там аспекты, которые можно прорабатывать. Это очень важная техника, ту, которую вы сегодня делали с Евой, потому что она влияет практически на все сферы жизни. Просто представьте, кусочки вас, кусочки нашего ДНК, вашей души валяются, где попало, в разных людях, особенно если у вас был образ жизни Дон Жуана или прекрасный Эммануэль, то что происходит? Они влияют на вас своими негативными программами, тянут из вас силы, деньги, энергию, положительные эмоции. Ну, с этим пора завершать. Ко мне буквально несколько дней назад обращалась клиентка, мы делали энергетический развод. Она живет в маленьком городе, 40 тысяч населения. За ней ухлестывал женатый мужчина, причем полкник милиции. То есть, ну, практически не убежать. И доходило, ну, до смешного, ну, как бы для смешного, она сидит в кафе, что-то там, пьет кофе с пироженкой, он заезжает в кафе, перекидывает ее через плечо и увозит. Вот. Мы сделали технику энергетического разрыва, буквально через 3 дня он от нее полностью отстал. Поэтому это сделать очень важно. И очень важно исцелить прошлую боль, вытащить вот эти пули, вот эти занозы, которые у нас остались, чтобы идти в новые отношения с счастливыми. Мы будем это делать. Следующее занятие будет посвящено завершению обетов безбрачия и прочей глупости, которая влияет на нас, не дает нам наслаждаться оставшимися процентами счастья. То есть, дадим технику, технику дадим по завершению этих обетов, потому что этому нужно еще и, собственно говоря, обучиться. И вы сможете удалять те обеты, которые у вас есть и, в принципе, даже в других каких-то сферах в своей жизни. Да, с обетом бедности, допустим, точно стоит прощаться, если у кого-то он умеется. Следующее, осознание своей ценности. Мы будем прощаться, давай, до свидания с коллективными иллюзиями о том, что все мужчины и женщины не совсем хорошие люди. Важно очистить свое пространство от этого, мы будем это делать. Также будем трансформировать неэффективный родительский сценарий. Моя цель, чтобы после этого курса в том числе побочным эффектом было улучшение ваших детско-родительских отношений с вашими родителями и с вашими детьми. Пожалуйста, будьте готовы к такому приятному бонусу. Что с нашим... Где следующий слайд? Я порадуюсь тому, что происходит. Далее, осознание своей ценности, энергетическое отделение от родителей, избавление от такового наследства вашего рода. Если у кого-то в роду были раскулачены или мужчины постоянно погибали, какие-то трудности именно по родовой линии в мужских и женских отношениях, то с этим тоже мы будем прощаться с помощью методик тета-хиллинга. Дальше. Прививка от одиночества, исцеления, разбитого сердца и выбор сердцем и душой того, кто нам нужен. Мы будем прямо здесь, прямо на курсе вместе с вами создавать аватар идеального партнера, как мы прописываем целевую аудиторию клиента в бизнесе. Мы будем максимально подробный список создавать того, с кем вы хотите быть. За это, ну как отвечает наш с Евой результат, наши списки желаний по потенциальному партнеру совпали практически на 90%. До смешного доходило, то есть до совершенно маленьких бытовых вещей. Моя задача, чтобы ваши списки с тем человеком, которого вы притянете, совпадали минимум на 90%. Следующее занятие это техника безопасности, изучение законов счастливых отношений, то без чего мы никуда фактически не двинемся. Очень важно знать законы, по которым строятся гармоничные взаимоотношения. И мы будем именно делать саму технику, привлекать идеально совместимого партнера. Как я уже сказал, нам в принципе хватит месяца, чтобы создать такие отношения. Часть занятий вести я отдельно буду рассказывать, как именно выстраивать отношения с мужчинами, потому что у нас здесь дам, насколько я вижу, больше. И для... Да, у нас есть несколько уже парней на кси, сделаем конкретный секретный бонус, как притягивать идеальную женщину. Да. И часть занятий несколько будет вести ученица Евы Татьяна Девина. Пожалуйста. Да, один этот. Семья, скажи. Да, это тоже один такой момент очень важный, что я замечаю, что многие люди ограничивают себя. Вот, у меня возраст, или вот, у меня там двое детей, там молодые, незамужние, красивые себе не могут найти, а кто же на меня-то с детьми, да, в маленьком городке-то, ну и так далее, и так далее. То есть много можно очень придумать оправданий. И у Тани очень интересный опыт, то есть когда мы с ней познакомились, это вот действительно ситуация, когда душа, или там энергетическое поле, если будем точнее, вот просто вот в руинах, да, потому что предыдущие отношения оставили такой мощный след, что ты вроде бы как бы живой человек, ты ходишь, там, дышишь, смотришь, разговариваешь, но внутри вот такая пустота и руины. И в таком состоянии я начала с ней работать. Сначала индивидуально мы поработали, потом она обучилась у меня это хилингу профессионально. И манифестации привлечения родной души она делала уже сама, у нее там родилась даже своя такая авторская техника, которой она с вами поделится. И в своей ситуации, имея за плечом огромный груз вот этой боли, имея двоих детей, она привлекла такого человека, что сама до сих пор смеется, говорит, что настолько вот я, до последнего не верила, что вот даже прописывала какие-то вот такие мелочи, и вот даже вот они у него сбылись. То есть очень интересный опыт, она им поделится. Потому что, на мой взгляд, очень важно не просто вот и трансформироваться, получать знания и навыки, но еще и сонастраиваться на вибрации других людей, тех, у кого уже это получилось. И у вас получается на этом курсе практически три тренера, и это очень сильное такое преимущество. Важный момент, если кто-нибудь знает, кто такой Ник Вычич, это знаменитый мотивационный спикер, у которого нет рук, ног, и он при этом миллионер, ведет очень активный образ жизни. Кто-нибудь видел его жену, потрясающе красивая женщина, и если парень без рук, без ног может создать счастливые отношения, в контексте, тем более он истовый христианин, в контексте традиционных ценностей, то что мы, как мы, люди полноценные, можем себя жалеть? Мы можем все абсолютно правильно, говорит Алла. Пожалуйста, следующий слайд. Важный момент, у нас не будет домашних заданий, мы будем делать все абсолютно здесь и сразу. Никакой теории, которая будет повисшей в воздухе. Моя задача, этому нас учили на спарте, не позволять клиенту сливаться. Мы будем идти до конца, и я не позволю тем, кто будет проходить курс, дать какую-то слабинку. Пожалуйста, будьте к этому готовы. Мне повезло, что двое ведущих этого курса. Потому что у меня, на самом деле, у меня лично диаметральный подход, я всегда человеку даю, что ну, хочешь тонуть, тони, вот я тебе руку протягиваю, не хочешь за нее браться, не бери. Сергей в этом плане более цепкий и четкий, поэтому, собственно говоря, будут разные подходы, и это работает еще в разы более эффективно. Я просто очень злой человек, и не люблю, когда люди сливают собственный результат. Также для вас будет действовать поддержка 24 на 7, это скайп-чат, в который вы сможете в любое время задать любой вопрос касательно своей темы, поделиться радостью, поделиться трудностью и получить на нее помощь. В любое время, дня и ночи, фактически, для вас будет действовать эта поддержка. Также небольшой и приятный бонус для тех, кто пойдет на курс, от меня будет отдельная личная консультация, примерно 15-20 минут, диагностика вашей жизненной ситуации. Как я сказал, проблема не решается на том уровне, на котором она создана. Благодаря нашей с вами индивидуальной работе мы сможем посмотреть, что именно, что на самом деле с вами происходит и прояснить это и наметить первые шаги по решению этой ситуации. Такой приятный бонус, который начинается фактически уже с тех, кто сегодня выразит намерение пойти на курс и подтвердит его, мы можем начать уже буквально на следующей неделе. В этом плане это еще один уровень ваших результатов, потому что некоторые вопросы не хочется задавать куда-то там в групповой чат, и всегда хочется индивидуального подхода. Поставьте плюсики в чат те из вас, кто хотел бы получить 15 минут личного времени человека, вот Сергея в частности, который сможет просканировать ваше пространство и дать ответы, где у вас энергетические проблемы тех или иных ситуаций, потому что вот он скромно так про себя умолчал, но это феноменальная способность работать с информацией и очень быстрое считывание других людей, и это дает то, что, знаете, иногда клиенты говорят, вот я там среди трех сосен встала, вот столько лет я работала над этой проблемой, я не понимала, за какой край браться, я и так пробовала, и так пробовала, и так пробовала, да, и вот по результатам такой диагностики можно понять, да, с какого дерева начать, где вы находитесь и куда идти дальше, то есть это такой очень важный момент, когда вы уже получаете свои личные персонализированные результаты, так что ли, это сформулировано? Ответ для Елены и Аллы, да, по прошлым жизням мы будем индивидуально работать, без этого, на мой взгляд, никак, я профессионально этим занимаюсь, а также дополнительным бонусом будут коллективные тета-медитации, тета-медитации, начало дня, как настроить себя на позитивный день? это другое. А, немного другое, слово есть? Да, вы автоматически сможете принимать участие в коллективных тета-медитациях, я их провожу два раза в месяц, и в этой весной они посвящены темы отношений. Сам курс начнется, внимание, 12 мая, поэтому еще до начала курса у вас есть возможность участвовать в коллективных тета-медитациях и усиливать свой навык, скажем так, работа в тета-состоянии и уже начать потихоньку менять свою ситуацию жизненную. С тем, что курс начинается, так, а где слайд? Дайте, пожалуйста, ссылку в чат, прошу, ссылку на оплату в чат. В связи с тем, что курс начинается 12 мая, у вас сейчас есть возможность очень хорошо сэкономить на его стоимости. Стоимость этого курса 13 900 рублей, потому что мы с вами занимаемся целый месяц, занимаемся очень плотно и на выходе вы получаете такую внутреннюю трансформацию, при которой вы будете чувствовать себя счастливой или счастливым вне зависимости от контекста. Плюс те практики, которые мы будем делать, они, ну, практически гарантированно привлекают тех людей, с которыми вы хотите быть под вашу цель, под целью ваших отношений. Но, так как сейчас еще есть время до начала курса и у Галины я уже не первый раз выступаю, у меня есть возможность дать вам хорошую стоимость этого курса по предварительной оплате. Поэтому сейчас его стоимость 7250 рублей, вы выписываете сегодня счет и если вы оплачиваете его сегодня, то получаете еще дополнительный бонус. На оплату в целом, если нет возможности сейчас это сделать быстро, у вас будет три дня. организационные моменты. Начало курса 12 мая, занятия по вторникам и четвергам в 19.30 по московскому времени. Долительность мастер-классов примерно два с половиной часа, но подозреваю, что может быть иногда и три будет. Плюс-минус, но готовьтесь, что эти два-три часа будут очень насыщенные и плотные. Сразу после занятий, во вторник занятие произошло, в среду уже утром к обеду у вас будет готова запись этого занятия, к которой вы можете возвращаться. То есть, если вы какой-то день пропустите, ничего страшного, вы это наверстаете. В записи практики работают точно так же, потому что свое намерение мы распространяем на это. Что еще могу сказать, что эти записи будут для вас доступны и после завершения курса, то есть, через полгода, через год, если понравилась какая-то медитация или вы хотите свяжить в памяти какую-то информацию или порцию энергии и хорошее настроение получить, вы сможете к ним возвращаться снова и снова. А, вот, кстати, слайд ушел, что практически 40% у вас сегодня подарочная скидка получается. И те, кто принимает решение быстро, для них дополнительный бонус, что вы еще можете сэкономить 1400 рублей, потому что если вы оплачиваете сегодня, либо до 12 часов дня по Москве завтра, вы получаете специальную программу по медитациям, вот эта медитация. Она включает в себя утреннюю медитацию, которая настраивает на предназначение, вечернюю медитацию, очищение и на интеграцию уроков и особую медитацию благословления. Многие мои клиенты, ученики, которые практикуют эту программу, очень хорошие отзывы оставляли и благодарили, потому что, как они говорят, что действительно жизнь становится более, знаете, как складывается более гладкое обстоятельство, то есть, когда ты не стенки проламываешь лбом, а жизнь постепенно под тебя подстраивается. То есть, это не значит, что нужно лежать на диване, но приятные обстоятельства приходят в жизнь все больше и больше. Поэтому, переходите по ссылке, оставляйте свои контактные данные, оплачивайте, и у вас уже открывается возможность. Вы получите доступ к этим медитациям. Если вы хотите, то вы уже в ближайшее время сможете воспользоваться своей мини-диагностикой, то есть, мини-консультацией с Сергеем, и сам курс на счет 12 мая. А уже в следующий понедельник у нас с вами коллективная медитация будет для участников этого курса. Какие еще вопросы у вас остались? Пишите, пожалуйста, в чат. Я отвечу. Была пара вопросов, насколько я помню, касательно, что лучше, звездная душа или, точнее, родственная душа либо звездный партнер. Ответ следующий под вашу цель, смотря что вы хотите, смотря каких взаимоотношений вы хотите. Если вы хотите отношений, которые будут направлены больше на служение этому миру и человечеству, то это звездный партнер. Если вы хотите именно семейного счастья, то это родственная душа. Надеюсь, такой ответ достаточно понятен. Касательно моего взгляда на курс, того, что будет происходить, скажу честно, буду работать интенсивно. Моя задача, чтобы те, кто пойдет на курс, чтобы вы вышли с него несокрушимыми, чтобы ваше счастье не зависело от других обстоятельств, чтобы вы могли создавать отношения с любыми людьми, неважно в каком качестве. Благодаря курсу можно притягивать друзей, бизнес-партнеров. Вот сейчас, ну, как у меня работы достаточно много, нужны специалисты, я притягиваю тех людей, которые максимально мне полезны. И, естественно, это создание взаимоотношений с подходящим для вас партнером. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы к достаточно интенсивным трансформациям. вы напоминаете кого-то из моих знакомых, не могу понять. Может быть, в прошлых жизнях? Да, наверное, Ева в одной жизни была вашей мамой или сестрой. Так, ну что, друзья, если вопросов нет, благодарим вас за внимание, спасибо, что были с нами и встретимся на курсе. Ну, от себя хочу добавить, что дверь возможностей для вас открыта. Эта трансформация, они очень интересные, что с одной стороны, да, где-то, может быть, будут всплывать какие-то блоки, боли, будут слезы освобождения на этих мастер-классах, но в итоге, по итогу это состояние, знаете, на полности энергии и полеты души. Это то состояние, которое, знаете, которое не купишь, наверное, ни за какие деньги, просто так, которое само по себе несоизмеримо с какими реальными параметрами. Это то состояние, когда душа поет и мир начинает подстраиваться и, знаете, такая мелодия жизни происходит, да, что ваше сердце поет и мир на это откликается. Это очень интересное состояние. Задача этого курса в первую очередь прокачать любовь к себе и ценность самой себя или самого себя, чтобы вы не останавливались, скажем так, на мелком, да, не говорили, что вот, ну у всех там уже мужья алкоголики, там и я буду терпеть такого партнера, да, или там у всех жены там стервы, ну и видимо у меня судьба такая. Нет, мы про то, чтобы ваша ценность, скажем так, любовь к себе и понимание, что я хочу большего, я не согласна на такие вещи, да, я не согласна жить как все и быть несчастной или быть несчастной как все. То есть это основная задача этого курса, а вот то, что притягиваются люди, притягиваются отношения, это уже такое приятное следствие. Прекрасно. Так, сжечь, сжечь. Вы знаете, нас так часто сжигали в прошлых жизнях, мы сейчас написали слово сжечь, вы знаете как, я формулирую это словом завершить, потому что, знаете, если мы это как бы сжигаем, выкидываем, это значит, что оно как бы неценно, то есть это значит, что душа могла пройти какой-то урок, но она его не прошла, то есть аннулировала. Поэтому в тета-хилинге мы делаем очень просто, мы обучаемся тому, тем урокам, которые наша душа могла пройти, и карма таким образом просто закрывается сама, и вы становитесь на одну ступеньку выше, потому что вы прошли, да, прошли эти кармические уроки, но при этом это произошло быстро и безболезненно, потому что сейчас в 21 веке уникальная возможность, которой не было никогда раньше, проходить эти уроки быстро, и целую жизнь посвящать отработке какой-то программы или обучению одному какому-то навыку, а сейчас вот буквально там на тренинге, вот если вы видели, то на каждом занятии загрузки большого количества чувств будут, то есть вы несколько сотен загрузок чувств получите во время этого курса, то есть как это чувствуется любить себя, как это чувствуется любить другого человека, как это чувствуется чувствовать себя уважаемым, ценным, значимым, как это чувствуется говорить нет, как это чувствуется отстаивать свои интересы, как это чувствуется радость, любовь, счастье и так далее, и так далее, сотни различных загрузок, и это можно делать действительно очень быстро, фильм Матриц не такой уж и фантастичный каким бы он мог быть. Да, 30 это вот практически на каждом занятии у нас с вами это будет каждую неделю. Поэтому дверь возможности открыта Мы сегодня дали вам такую некую Дорожную карту Того как можно прийти к отношению Вы можете идти этим путем самостоятельно Если Это тоже выбор Можно идти в компании Идти под руководством тех Кто так или иначе по этой тропинке уже ходил Набивал свои шишки Мы оставим вам пространство Для набивания ваших собственных шишек Потому что это тоже иногда Может быть важно Но сократить дорогу Зачем изобретать велосипед Если он уже изобретен не раз Поэтому вместе веселее, вместе быстрее Тем более группа усиливает этот процесс Поэтому выбор за вами По поводу индивидуальных консультаций Через Галину Напишите пожалуйста ей Она вас с Сергеем свяжет Мы сейчас находимся в городе Воронеж Где мы будем находиться позже Я не знаю Мы любим путешествовать Онлайн работает точно так же То есть вы знаете Вживую просто может быть приятнее тем Что можно там за руку взять человека И ты его видишь Но на результатах именно изменений клиентских Никаким образом не влияет Я татахинингом 4 года занимаюсь Никакой разницы Ну за исключением просто то, что эмоционально Может быть приятно находиться Человек на ванной комнате Так, Сергей На какой вопрос я не знаю Но просто ответить Амеля повторите пожалуйста Потому что чат проматывается Краснодарского я города Я Да, татахинингу можно обучиться Мое детство прошло в Новокузнецке Замечательный железный город Каждый второй танк Каждый третий по моему танк Великую отечественную был из Новокузнецкой стали Живу я в Новосибирске Иногда в Красноярске Амеля, пожалуйста, вопрос еще раз Если у вас был А я пока про обучение татахинингу Да, обучиться татахинингу можно Ближайшая группа будет в Москве В начале июня 9, 10, 11 базовый уровень 12, 13, 14 продвинутый уровень Мы там будем вдвоем с Сергеем Если звезды сложатся И наши путешествия не разойдутся То, собственно говоря, вместе мы с вами будем Также, пожалуйста, через Галину напишите Пока что предварительная стоимость До конца апреля 6 тысяч за ступень И эта стоимость будет расти до 20 тысяч за ступень Потому что есть фиксированное ценообразование Непосредственно от Вианы Стайбл Это 450 долларов за один курс Поэтому сейчас это, ну, сами разделите, да 16 тысяч и 450 долларов, да То есть это немножко совсем даже не рядом Сейчас стоимость до осени зафиксирована По выгодному курсу Для того, чтобы эффективно работать с другими людьми Уже достаточно базового продвинутого То есть там дается сама технология И затем есть множество, там, я не знаю, 20 с лишним, наверное, всяких тренингов Уже посвящены каким-то разным аспектам Да, там, здоровью, там, возможностям, там, отношениям И прочим-прочим разным темам Да, но это уже становится доступным дальше После прохождения базовой продвинутой ступени А все навыки, техники, основные работы в татахилинге Вы получаете уже на этом курсе Конечно, знакомый, я с ним работала несколько месяцев Это была моя манифестация Мы с ним делали совместный проект В частности, и живые тренинги по татахилингу И несколько онлайн-программ мы с ним провели совместно Поэтому не просто знакомый, а мы с ним бизнес-партнер То же самое по всем вопросам индивидуальных консультаций Через Галину Так как мы сегодня в гостях И дабы не нарушать границы Не нарушать этику Решаем через нее Амелия, ответ на ваш вопрос – да Ну что, вопросов особых больше нет, я думаю Ну что, дорогие друзья, рада была знакомству с теми, с кем мы сегодня встретились в первый раз Рада была видеть, чувствовать тех, с кем мы уже встречались ранее И традиционно желаю вам менять свою жизнь с любовью И слушать свое сердце, жить своим сердцем Дверь возможностей в новую жизнь В мир новых отношений И отношений с другим человеком И отношений с самим собой Для вас открыта Сегодня, кто оплатит Или завтра до 12 дня Получит еще дополнительные бонусы И до новых встреч Отступайте, не сдаваться, страха нет Страха нет, всего доброго Благодарю от всей души за выступление Ева и Сергей Очень интересно было Много информации новой Много информации, которую уже слышали Но она сейчас по-новому прозвучала А что-то просто напомнила Спасибо, Амелия Да, я стараюсь таких Наиболее ярких спикеров пригласить И тех, которые интересуют именно меня Ну а вы уже Как сказать Идете на то, что вам интересно Да Действительно было очень интересно Яркое выступление Такое энергетически заряженное Ну мы с Евой вообще по энергетике Хорошо очень подходим Спасибо, Амелия Да, интересно Так Какие вопросы Я сразу Сразу прошу прощения Что если я резко отключусь Просто я В субботу У меня был тяжелый очень перелет Из Новосибирска в Нью-Йорк И я, видимо, там какой-то вирус Подхватила в самолете Все-таки столько часов летели Ну более 25 часов была на ногах И 10 часов в самолете И, видимо, какой-то вирус подхватила Я заболела Я на самом деле С температурой немножко Даже тут Вот Ну уже мне Лучше уже Выгребаюсь Но у меня энергия кашель Когда я говорю Поэтому если я вдруг резко отключусь Я прокашляюсь и опять вернусь Так что прошу прощения Да, у Евы и Сергея высокий уровень Вы это тоже почувствовали Здорово Я вот тоже думаю, наверное, пойду Потому что действительно Нужно притянуть того мужчину Который будет отвечать твоим интересам Потому что Просто про себя хочу сказать Что нам, женщинам Особенно, которые занимаются Духовным развитием Немножко сложнее найти мужчину для себя Согласны со мной? Поставьте плюсики Кто со мной согласен Потому что Нас не устроит мужчина А бы какой Лишь бы был мужчина И даже если он там и богатый И добрый Но все равно Все-таки нужно Чтобы была какая-то созвучность Вот И я тут Несколько попыток делала Но каждый раз понимаю Что это придет только к тому Что я возненавижу Потому что Ну Не то, что возненавижу Ну, короче, мне станет неинтересно Я понимаю, что Человек Не хочет двигаться Вот если мужчина захотел бы двигаться Это было бы другое дело Но пока Сложно 57 лет Мне сложно встретить мужчину Потом Все-таки надо мужчину помладше Себя теперь уже в таком возрасте искать Поэтому тут много нюансов Есть Я думаю, что Может быть я тоже пойду на курс Если время мое позволит Мои работы Вот Потому что Это действительно Нужно все проработать На энергетическом уровне Нужно Завязать Развязать Обнулить Все кармические Вот эти дела Потому что Действительно много Хвостов за нами Тянется И с возрастом Их все Больше и больше Я так знаю, что Много Здесь женщин Примерно моего возраста Плюс-минус Вот И понимаете, о чем я говорю Но если кто Молодые Могу сообщить Что с возрастом Ну, не знаю По крайней мере у меня Я точно так же Влюбляюсь В молодости Ничего не меняется Ничего не меняется Вот А тут Как раз Мне понравилось Знаете, у них так Как-то все структурировано Вот я люблю Все по полочкам Разложено И два специалиста Которые Значит, один одним Занимается Другой Другим Но в то же время Все это идет В такой вот Гармоничной связке Никогда не были А я что-то Я замужем Четыре раза была И толку Все равно Одна Теперь Потому что Ни один мужчина Меня не Ну, как сказать Я не То есть Приходило время Когда я понимала Что я просто Больше не могу Находиться рядом С этим мужчиной Ну, вот Влюблялась И по глупости Замуж выходила На эмоциях Да Ну, и так Романы были Всякие Поэтому я в этом В этом плане Опытный человек Знаю, про что говорю И только Я в конце Сейчас стала понимать То я думала Наоборот Что если мужчина Тоже занимается Выходным развитием Но, опять же Не обязательно Он должен заниматься Именно тоже Тренинги проводились Что-то Он может заниматься Любой работой Там Бизнес иметь Или работать Где-то на Предприятии Компании Но при этом Заниматься Духовным развитием Я раньше думала Что наоборот Не нужен такой мужчина Что вдруг Получится Как какая-то Конкуренция То, что мужчина Не любит конкуренцию А у меня еще Такой мужской Довольно-таки характер Я Честно скажу Тоже не выношу В личном общении Конкуренцию Ну, не выносила Сейчас уже нет Уже проработала Это Вот А сейчас я поняла Что все-таки Нет Надо такого Именно мужчину Искать Но вы же сами знаете Что мужчины Мужчин таких Намного меньше Ну Вот Поэтому Именно Притянуть мужчину Который соответствует Моему возрасту Чтобы помладше Немножко был И чтобы соответствовало Тоже Моим духовным запросам Это просто Это просто так Вот Вот А сейчас Видите Цена Поднялась Я Наверное Не успела Вас предупредить Об этом Потому что Я болела Я просто Честно сказать Немножко Кое-то вещи Пропустила Так что давайте регистрируйтесь тоже и будем вместе создавать себе, притягивать, вернее, созвучного себе человека, с которым уже можно прожить оставшиеся годы. Сколько там? 40-50 оставшихся лет? А может 60? Сколько времени на проплату? Знаете, я этот момент что-то не уловила. Меня тут отвлекали. Сейчас я спрошу. Может кто-то слышал, сколько времени на проплату дается? Потому что эти цена-то настоящая. Но вы понимаете, что чем ближе тренинг, тем цена поднимается. Вот Ева у меня выступала в прошлую среду. Нет, в прошлый четверг цена была 6-750. Сегодня уже 7. Сколько там? 7 с чем-то. Сейчас посмотрю. Уже 7-250. То есть поднялось 250 и там 350. Где-то 600 на 600 рублей поднялась цена. Вот. И дальше будет она только подниматься, пока не станет настоящий свои 13 тысяч. Я уточню, но я дам. Так, сегодня у нас среда. Как раз, да, 3 дня нормально для проплаты. В гривнах украинских. Алла, напишите мне на скайп. Дело в том, что я сама не живу на Украине, поэтому у меня нет приват-банка. Если вы через приват, потому что я вот давала оплачивать, в результате там как-то я неправильно, оказывается, то есть нужно высчитывать по-другому. Вернее, так скажу. Те 3 человека, которые живут на Украине, у которых есть приват-банк, с которыми я работаю, я должна у них делать каждый раз как бы заявку, делать им заказ, что могут ли они такую сумму принять. И они дают мне ту сумму в гривнах именно на тот момент, потому что курс время меняется. Поэтому, Алла, вы мне просто напишите на скайп. Сейчас я скайп свой дам. Тут получилось сегодня такое странное письмо, что до меня, что оказывается, я не даю никаких реквизитов, не робот ли я. Я всегда даю и скайп свой, и мейл свой даю. Меня легко найти. Так, давайте пишу. Вот это мой скайп. Вы мне напишите на скайп, я тут же связываюсь с ними, кто сможет принять, и спрошу, чтобы они указали ту сумму в гривнах. Потому что я столкнулась с тем, что я указываю сумму, эта сумма меньше оказывается. Я должна эту сумму потом же передать спикеру. В результате я теряю в деньгах. Мне это тоже неинтересно. Так, и по поводу вот спрашивали, запись будет ли. Запись будет, да. Запись вы получите, можете получить в трех вариантах. Либо должны быть зарегистрированы на странице. И завтра утром в районе 10-11 утра получите. Да, там где-то кондитация по курсу, но опять же, там надо смотреть, какой курс. Или покупка, или продажа. Я, честно скажу, в этом почему-то не соображаю. Ну, как-то у меня в голове это все не состыкуется. Я все-таки больше гуманитарий. Спасибо. Я никак не могу сообразить, нужно смотреть на цену покупки или на цену продажи. Вот, так, значит, про запись. Либо вы можете присоединиться ко мне по скайпу, я вас внесу в группу «Успехи и процветания» в скайпе, где я вовремя выкладываю все ссылки на вход, на ссылки на записи, ссылки на тренинги и курсы, которые продают спикеры. Поэтому вы мне напишите, что вы сейчас готовы оплатить. И я спрошу, тогда напишу тут же спикеру, кто из них сможет помочь мне. Ну, не спикеру, а продюсерам, нашим коллегам. Вот, так, и третий вариант еще из группы у нас ВКонтакте. Сейчас я сброшу. Немного отвлекаюсь. Тоже можете привыкнуть туда, чтобы получать запись и все ссылки вовремя. Так, теперь спрашиваю много раз про консультацию. Если хотите консультацию получить, тоже пишите мне сюда, на почту. Или какие-то возникают вопросы по оплате, тоже, пожалуйста, пишите мне на почту. gala.pro.18.gmail.com Либо, если вы со мной в скайпе, то пишите в скайпе. Легче всего мне найти в скайпе, потому что, когда у меня включен компьютер, у меня всегда включен скайп. Даже если у меня висит невидимка, как вот сейчас. Теперь, пожалуйста, прошу вас поставьте. У нас тут мужчины есть. Только сейчас обратила внимание. Ого! Сколько. Ну, здорово. Видите? Замечательно, потому что тут как раз вот идет такая тоже, я сказала, гармоничная связка. Мужчина и женщина. Каждый, причем, специалист в своем направлении. Вот. Но идет мужчина и женщина, поэтому... Очень удобно, что вы можете получить тот и другой опыт. И для мужчин и для женщин это обучение будет одинаково полезно. Я вас прошу поставить троечки, кто собрался идти на этот тренинг. Спасибо. А я пока сейчас уточню, сколько дней на оплату. Но я думаю, что я даю лишние три дня. Так. А что-то троечек не вижу. Или уже все, кто хотел, все ушли? То есть все уже зарегистрировались и ушли? Ну, слушайте, друзья. Это ваш выбор, конечно. Может, вам уже не нужны вторые половинки. Вот. Либо что-то дает этот тренинг еще, если у вас уже есть. Жены, мужья, законные, так сказать. То есть нормальный... В смысле есть брак, и вы не хотели бы расставаться, но хотели бы отношения ваши качественные улучшить, то это тоже вам поможет разрешить ваши конфликты. и выведет ваши отношения полностью на новый уровень. Выберите, пожалуйста, еще раз ссылку. О, скайпа жил. Вот чата жил. Сейчас брошу ссылку еще раз. Так, вот ссылка. Ну, вот только у нас мужчина хочет, да? Ну, в принципе, те люди, которые... Хотели они многие... В прошлый раз оплатили. Просто те, кто сделал в прошлый раз заказ и оплатил, уже, наверное, по этой цене не пройдет, я не знаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.